Когда я приезжаю на дачу очень уставшим, растапливаю самовар и обязательно иду к этому растению, чтобы сорвать несколько листочков или веточку, завариваю в чай. Совершенно фантастический вкус. Это лафант анисовый или многоколосник фенхельный, как его еще называют. Но мы его знаем как лафант анисовый. Запах фантастический. Что-то среднее между обычной мятой и анисом. Правильно, анисом. Потому он анисовый и называется. Но вообще трудно определить, что за запах. Какой-то головокружительный, интересный, успокаивающий. Кстати, он здорово действительно успокаивает. И сердце лучше стучит, и давление, говорят, понижается. Вообще в восточной медицине лафантом анисовым что только не лечат. Все лечат. Но мы не на востоке, поэтому мы лафант используем в основном для чаепития. Хотя из него можно много интересного сделать. Обязательно попробуйте лафант анисовый. У кого-нибудь хотя бы понюхать, попробовать. Если вам понравится это растение, вы его будете выращивать. Растет оно совершенно просто, как и все родственные мяты. В отличие, кстати, от мят всевозможных, лафант анисовый не становится сорняком. Вот мята, это такой сорняк. Чуть его упустишь, все, зарастет. Анафант анисовый вот так вот растет кустиком. Иногда большим, иногда маленьким. Я ему не даю особо расти. Пчел привлекает, шмелей привлекает. Вокруг в солнечный день обязательно что-то жужжит. Хороший медонос. Ну, вообще красивый. Можно посадить на клумбочки. И будет вот так вот расти. Видите, вот я его потрогал. Уже запах. Запах. Прекрасный запах. Так что сейчас вот я нарву немножечко лафантику. Заварю чаю. Успокоюсь после городской жизни. Ну, а потом лопату в руки и начну отрабатывать. Спасибо всем за внимание. Выращивание. Выращивание.